Я рада приветствовать всех. Это главные новости города. Время Кривбаса. Четверг, 17 ноября. Был богат событиями. Расскажем о них прямо сейчас. В студии работает Наталья Болдинская. Поговорим о таком. В бронежилетах, балаклавах и с автоматами в руках. СБУ и налоговая провели обыск в управлении ЖКХ Горсовета. Вы нарушаете сейчас 171 статью Уголовного кодекса Украины. Препятствуете журналистской деятельности. Задержали наркоторговца. Два килограмма марихуаны изъяли правоохранителей в частном доме в районе Мопро. Данный граждан, который тут мешает, выращивал эту марихуану на своем присоединительном отделении и далее ее высушивал. Вечно голодные и веселые. 17 ноября отмечается Международный день студента. Студенты долго могут зубрить самый нелюбимый предмет и в то же время отрываться на полную катушку. Подробности прямо сейчас. В бронежилетах, балаклавах и с автоматами в руках в управлении ЖКХ Горсовета провели обыск на трех этажах административного здания. Люди во всеоружии оцепили третий, четвертый и пятый этажи муниципального центра услуг, не впуская посторонних и не упуская работников горосполкома. Правоохранители полностью перекрыли движение по коридорам и лестничным площадкам. Когда на место прибыли наши корреспонденты, вооруженные правоохранители не выпускали журналиста из лифта, толкали, порвали куртку и даже несколько раз ударили по камере. При этом люди в балаклавах не отвечали на вопросы корреспондентов, утверждая, что всем процессом руководит некий следователь, местонахождение которого им неизвестно. Кто здесь следователь, кто старший, что это за дела вообще, ребят? Вы нарушаете сейчас 171 статью Уголовного кодекса Украины, препятствуете журналистской деятельности. Кто у нас? Что вы делаете? Нет, поверните, поверните. Оборудование не трогайте, что вы делаете? Шеврон показали. Вы закон Украины о национальной полиции. Вы вообще знаете, что вы делаете? Спустя несколько часов в здании горсовета появился вице-мэр Кривого Рога Александр Котриченко. Чиновника пропустили на этаж, где проводили обыск кабинетов, изымали технику и документацию. Заместитель мэра пытался выяснить у правоохранителей, что именно вооруженные бойцы ищут в здании Криворожского горсовета. Однако с чем связаны обыски, он так и не ответил. Сейчас проводят следственные действия, проводят, ну как сказать, обыски, не обыски, но обследование всех кабинетов на предмет наличия документов, тендерной документации, проектов, актов выполненных работ, договоров и так далее. Следственные действия начались еще в районе 9 часов утра. Сегодня они продолжаются, уже два кабинета, два этажа по большому счету, это третий и четвертый этаж, уже отработаны сегодня. Сейчас следственные действия в данный момент. Длительность процедуры вызвана только одним, что достаточно большой пакет документов, достаточно большой объем материалов, которые следователи захотели увидеть, изучить. Стрельба в суде. В Саксаганском суде произошел конфликт между судьей, гражданскими активистами и бойцами спецподразделения Кривбас, которые охраняют порядок во время заседаний. На суд по делу бойца АТО, которому ДТЭК отключил электроэнергию за неуплату, пришли представители общественности. Некоторые из них фиксировали заседание на видеокамеры. Судья Светлана Хаминич запретила съемку, а затем за нарушение порядка вызвала охрану. Такое решение представительницы Фемиды вызвало бурю негодования у гражданских активистов. Но никого из разгоряченных активистов не ранили. Сотрудник спецподразделения стрелял в воздух, чтобы восстановить порядок и прекратить потасовку. На место сразу вызвали полицию. Ей предстоит установить все обстоятельства конфликта. На территории административного здания Саксанского района суда обеспечивает публичную безопасность сотрудники спецподразделения Кривбас, которые несят службу. В результате возникшего конфликта в данный момент проводятся следственные действия. Их сейчас опрашивают в порядке уголовно-профессионального законодательства. Они дают пояснения по этому поводу. Несчастный случай или убийство. В прошлое воскресенье в Долгинцевском районе в квартире пятиэтажки случился пожар. Почти ничего не сгорело, но сильно пострадала жительница. От полученных ожогов тело женщины скончалось в больнице. Как рассказывают соседи, в этот день из квартиры доносились крики. Кто-то очень громко ссорился. Говорят, также это не первый пожар, который случился в помещении. Подробности знает Вероника Лавриненко. Пожар случился около часа дня. На месте был сожитель пострадавший. Он сообщил правоохранителям, что пришел домой и увидел на кухне горящее тело своей гражданской супруги. Сразу же начал тушить огонь. Соседи вызвали скорую, спасатели и полицию. 45-летнюю женщину, у которой было множество ожогов, сразу же забрали в больницу. Но спасти ее не удалось. Полиция квалифицирует события как несчастный случай. За данным фактом, на данный момент не вбачаются ознаки криминального правопорушения, то данная подия не является злочином. Пройдут следовательные оперативные заходы, возможно, будут установлены какие-то ознаки правопорушения, и тогда уже данная подия будет внесена до единого регистра, до судовых расследований, соответственно, к чиновного законодательства. На стенах квартиры, где нашли тело женщины, были угрозы в адрес пострадавшей. Соседи рассказывают, в день пожара в квартире кто-то скандалил. Через несколько дней после пожара приходил некий Боря, говорят соседи. Сказал, знает, кто поджег женщину, и оставил свои инициалы на двери. За правдой мы отправились к бывшему сожителю пострадавшей, который и нашел ее тело. Но, по словам его мамы, мужчины дома не было, а телефон сломан. Кажут соседи, что Боря приходил и сказал, что он знает, кто поджег. О подрезе было написано и в угрозах на стенах. Причастны ли бывшие любовники, пострадавшие к ее смерти, неясно. И был ли это несчастный случай, остается загадкой. Поиском правды о страшном пожаре сейчас занимаются правоохранители Долгинцевского отделения полиции. Вероника Лавриненко, Дмитрий Микрюков, Евгений Анистрат, Первый городской. Задержали наркоторговца. В частном доме в районе МОПР сотрудники криминальной полиции Центрального городского отделения в ходе санкционированного обыска изъяли около двух килограммов марихуаны. Партию высушенного запрещенного растения выявили на чердаке, а также в сарае. Часть травы была расфасована по отдельным пакетам и подписана по сортам. Кроме того, на приусадебном участке обнаружили двухметровый ствол куста каннабиса. По словам задержанного, урожай не его и откуда взялся, не знает. По словам понятых, о дуримаре в полиции узнали от знакомого задержанного, которому мужчина похвастался небывалым урожаем. Ведется следствие. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. На территории Центрального района было вилучено наркотичные речевины марихуана приблизно вагой близко двух килограммов. Также было вилучено марихуана у гилках, еще не прилаштована, не приспособлена. А на приусадебном участке было вилучено залишки одного куща марихуана. Что свидетельствует о том, что данный граждан, который тут мешает, выращивал эту марихуану на своем приусадебном участке и далее высушил. Два кило травы. Таким оказался улов сотрудников линейного отделения полиции на станции Криво-Рок-Главный и работников местной прокуратуры номер один. В гараже одного из частных домов в районе главных ЖД ворот города обнаружили мешочек с зеленым веществом характерного запаха. Предварительно это каннабис. На наркоторговца вышли благодаря комплексной отработке территории, в ходе которой задержали гражданина в состоянии наркотического опьянения. При досмотре у него была выявлена марихуана. Он и указал на дилера. Продавцу грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет. При проведении обыска в данном домовладении было установлено, что там проживает гражданин 1969 года рождения вместе со сожительницей. И в гараже в данном домовладении было обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом. Данное вещество было изято. По предварительным данным это каннабис. Вес примерно около двух килограмм. Нетрезвый гражданский активист влетел в столб. 16 ноября около полдесятого вечера произошла авария на улице Николая Светальского, бывшей Коротченко. Водитель на Таврии врезался в столб. В результате столкновения машину сильно смяло и вырвало руль. От удара пострадала 22-летняя девушка-пассажир. Ее с множественными ушибами госпитализировали во вторую городскую больницу. Еще у одного пассажира закрытая черепно-мозговая травма. По предварительной информации, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина невнятно разговаривал, ходил пошатываясь и постоянно кому-то звонил. От прохождения освидетельствования на наличие в крови алкоголя отказался. Как выяснилось позже, это был активист некой организации по борьбе с коррупцией. Но удостоверение оказалось просроченным. На месте аварии работали два экипажа патрульных полицейских и следователь Криворожского отдела полиции. Курению нет. 17 ноября отмечается Международный день отказа от курения. По статистике, в нашей стране от никотиновой зависимости страдает каждая десятая женщина. Более 50% мужчин и столько же подростков. Эта пагубная привычка влияет на развитие различных заболеваний и патологий. Начиная от рака легких и до ишемической болезни сердца. О чем предупреждают надписи на упаковках с табачной продукцией. Напомню, в Украине действует запрет на курение в общественных местах. А именно на территории медицинских и учебных учреждений. Детских площадках, в подъездах, подземных переходах, транспорте. На остановках, в кафе и ресторанах. Разрешено курить только в специально отведенных для этого местах. Есть острые суицидники, которые прыгают с девятого этажа и сводят счеты с жизнью. А есть хронические суицидники. Это, например, курение, алкоголизм. Они тоже сводят счеты с жизнью. Ну, только медленнее. Видели, как делают сигареты? Они даже пишут. Никотина 0,3-0,4. Смол там 3 миллиграмма. Смолы это до 40 веществ химического происхождения. Многие из которых относятся к боевым отравляющим веществам. И еще производители кладут вещества, вызывающие зависимость. Вопрос не в никотине, а в том, что зависимость эту не преодолеть. Это ж наркомания. Вечно голодные и веселые 17 ноября отмечается Международный день студента. В Крюмроге учащиеся вузов, техникумов и училищ привыкли праздновать его с особым размахом. Этот день объединяет учащихся разных специальностей. В Горнякове юристов, экономистов и программистов. Но каждый из них имеет и свои хобби, которые помогают отвлечься от учебы. Чем же занимаются на досуге криворожские студенты, знает Галина Гонзенко. Студенты долго могут зубрить самый нелюбимый предмет и в то же время отрываться на полную катушку. Но к своим увлечениям они относятся с особым трепетом. Ведь, несмотря на скучные лекции, хобби у них самые необычные. Студент-химик Ростислав не считает себя безумным гением. Помимо учебы, он преподает для детей курс практической химии. Тяга к экспериментальным наукам началась еще с детства. А уже более семи лет студент третьего курса выращивает кристаллы. Для этого нужно специальное вещество растворить в воде. Через время жидкость достигает определенной концентрации. И уже позже на дне начинают расти кристаллы. Кристаллы растут долго. В природе это занимает несколько тысяч лет, может быть даже миллионы. Но в домашних условиях и в лабораториях именно кристаллы, которые выращиваю я, из водорастворимых солей можно выращивать от одного дня и до бесконечности. Несу только эстетическую ценность. То есть они сами красивы по себе. Можно их подарить как сувенир, но в технике такие кристаллы не применяются. Они хрупкие и боятся воды. За сотни голубей ухаживает студент училища Андрей. Просто среди многоэтажек расположена голубятня. И каждый день с шести утра птицы начинают кружить в небе. Высоколетные, декоративные, игровые, мясные и почтовые. О своих крылатых питомцах Андрей может рассказывать часами. Кроме них у студента есть еще шесть кур и две собаки, о которых он тоже заботится с любовью. Познакомился с одним человеком, он подарил мне парочку. И с этой парочки пошло и поехало. Выставки, ярмарки. Хобби. Любительское дело. Так как люди собирают монеты, марки и так далее. А мы собираем алубей. Будущий горняк Антон мечтает о собственном музее Второй мировой войны. Сейчас в его коллекции более 50 экспонатов. Они небольшие, но очень ценные. Холостые патроны, гильзы, значки, погоны и даже мина. Студент признается, коллекционированию иногда уделяют больше внимания, чем учебе. Вообще по такой теме, как война, меня очень сильно затрагивает все это. Я с детства, ну как все парни в детстве в войнушке играли, все остальное. Как бы всегда интересна была эта тема. В основном все это идет с интернета. Пилотку и погоны сейчас я нашел от дедушки, мне еще осталось. А все остальное в основном интернет. Первокурсники и выпускники веселые и загадочные. Главное, что все они молодые и в их глазах горит огонь. Всех студентов с праздником поздравляют Галина Гонзенко, Евгений Анистрат и вся команда Первого городского. Студент года. Будущие педагоги устроили перформанс в День студента. Учащиеся девяти факультетов педуниверситета сразились за звание студента года. По очереди выходили на сцену и демонстрировали презентации и видеоработы, снятые по мотивам известных фильмов. К примеру, «Зеркала», «Обитель зла» и «Крестный отец». Готовились к концерту более месяца. Кто-то подошел к выступлению философски, кто-то творчески, перевоплотившись в известных персонажей. Напомню, в «Кривом роге» праздник отмечает более 29 тысяч студентов из 30 вузов города. Где-то своему университету я, конечно, желаю хорошей сдачи сессии, чтобы никто не вылетел и чтобы все было хорошо. И КДПУ самый лучший университет. Крутое то, что у нас сегодня студент года и сегодня именно в этот день, когда день студента у нас сегодня. И то, что каждый факультет очень тщательно готовился к этому празднику. Все готовились около месяца. И я думаю, что концерт будет, конечно, очень крутой. Много будет крутых зрелищ и вообще много будет хороших номеров, на которые стоит посмотреть. Нервная победа. 16 ноября в Броварах прошел 20-й тур Украинской хоккейной лиги, где «Кривбас» сразился с командой «Дженералс». В первую очередь радовались зрители, ведь соперники находятся вверху турнирной таблицы. Первая треть матча оказалась результативной для «Кривбаса» на одну шайбу, хотя хозяева создавали больше опасных моментов. Второй период напоминал старт игры. Снова «Дженералс» атаковал соперника, но получил шайбу в свои ворота. В дальнейшем хозяева льда могли не единожды забить «Кривбасу», но не реализовали себя. Даже в случае вылазки «Криворожан» в атаку трое против одного в меньшинстве. Третий период был похож на предыдущие, но только «Дженералс» под конец игры смог все-таки забить «Кривбасу». И с минимальным счетом наши спортсмены выигрывают матч. Подопечные Александра Куликова одержали победу со счетом 3-1. Следующая игра состоится 19 ноября в Кременчуге, где «Кривбас» сыграет с местной командой. Таким увидели этот день журналисты Первого городского. Еще раз с праздником поздравляю всех студентов. Желаю сохранять свежесть мысли и широту взглядов, присущих молодости как можно дольше. И на этом прощаюсь. До следующей встречи в эфире. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин